друзья всем привет сегодня будет техническое видео больше для инженеров для каких-то там начинающих инженеров сервисных инженеров мастеров вряд ли будет интересно обычным пользователям поэтому хотите смотрите хотите не смотрите сегодня будет речь о том как я диагностирую бытовые приборы но не совсем не все бытовые приборы а вот конкретно современные что важно сушильные машины bosch и современная стиральная машина bosch понятное дело что я сейчас буду озвучивать своему смысле вот мы приходим допустим проверяем то 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 но сразу хочу сказать это конкретно можно сказать модели то есть вот там серия 6 ну в принципе серии 8 там их он professional и к серии 4 то есть то есть к современным если я буду например говорить что или не скажу что вот здесь вот замок не ломается мы ее включаем что-то что-то то есть ошибка по замку значит он действительно сломался если вы но тем не менее придя на электролюкс не на bosch и там например не блокируется люк машинке там три четыре пять лет не блокируется люк не надо смотреть на замок нужно лезть смотреть ты скорее всего в 99 процентов случаев сгорел тэн ну либо утечка по тэну то есть буду озвучивать мысли как вам нужно действовать на что вам смотреть мне естественно диагностика уже не нужно когда мне звонят по телефону я говорю либо вот это либо вот эта цена либо такая либо такая то есть в первые года я приходил у меня был такой блокнот я начал проверять так смотрим включается дверцы замыкает проверяем там клапана проверяем помпу проверяем тэн проверяем в каком состоянии щетки сейчас уже bosch max 5 сколько ему 6 лет смотрю щеточной пыли нет щетки не трогаем ты ну так просветил тэн в порядке а амортизаторы тоже в порядке среднем амортизаторы щетки одинаково заканчиваются в среднем на max 5 такого года до не старых ну и соответственно если у нас проблема не сливает то мы просто чистим либо меняем насос и все то есть у меня сейчас голове вот я когда прихожу такие для такого диагностика то есть я практически ничего не смотрю там клапана ли то что нам не надо но будем смотреть сушильную машину bosch серия 6 и стиральная машина bosch серия 6 были у меня сименс и вот стиралка сушка сушка уже продано все стиралку я себе оставил я показал что было через пять лет это сушильные машины 2021 года им по факту ну два может быть максимум три года сейчас 2000 только начался 24 грубо говоря 2023 ну да два года в эксплуатации дошло до такого что человек на мне написал говорит вот мне нужна вот такой из бюджет нужна бытовая техника скинул на это объявление мы с ним вместе поехали я косвенно посмотрел что-то там потрогал буду объяснять по ходу мыслей и сказал все бери эту отличные варианты комплект комплект стоил 120 тысяч 130 торговались там до 120 и причем я еще вот этот напомнил про корзину это с корзиной корзина между прочим 7000 рублей стоит если если бы ее не дали забрали себе поэтому по 60 тысяч рублей с учетом того что не два года не в идеальном состоянии но мы это посмотрим сейчас я их честно не открывал это супер цена честно за вот такое состояние супер цена мы посмотрим я очень покажу покажу как ты надо проверять как его правильно покажу вот на это что с этой помпой бывает или не бывает в общем все буду очень много буду говорить почему вообще захотел такое видео сделать вряд ли она всем зайдет но когда я начинал и я вот искал такие видео вот их и я искал того человека кто мне бы объяснил как правильно диагностировать на что смотреть и как понять как клиент относится к этой машинке и что в ней может быть сейчас будем озвучивать свои мысли начнем с сушилки с нее не интересно вот по стиральной машине более интересно более популярно поэтому начнем с не популярна мы приходим на либо в колонны либо вот отдельно стоит первое что вы должны сделать это первое правило никогда не верить клиенту вот она говорит она не досушивает вы обязательно должны включить и должны убедиться что при вас она работает потому что когда вы начнете открывать все это там шлейф что-то этот у вас случайно ну то есть вытащится шлейф либо пробу оборвете потом начинаете включать ее вроде тэн поменяли говорит да вас ты начали включать она включается и вопросы будут к вам обязательно выйдет хотя бы просто включать хотите пуск нажмите хотите нет это уже ваше дело я такого этим не занимаюсь честно сейчас у меня там только свои заказы но не сейчас уже давно но если вы работаете от компании либо это заказ там профи авито кто-то вас кого-то посоветовал я вам при вы работаете там до пяти лет но я условные цифры говорю это неважно там до пяти хоть до десяти нам в компании приходили люди которые с десятилетиям стажем и которые ремонтировали только стиралки то есть тэн помпа тэн помпа амортизаторы подшипники и когда попадала сушка звонят мне а что это что с ними делать что сделать с компрессором ну то есть возраст не важен сразу скажу это видео как для новичков для так и наверное для старичков если сразу скажу у меня нет проблем с диагностика я ремонтирую любую технику но если вы хотите меня поправлять да пожалуйста в комментарии поправлять приходите включаете смотрите что все работает банально да что все работает все работает все окей не горит кнопка старт почему потому что не закрыть люк закрываем люк горит кнопка старт на старых моделях здесь штырь на новых до чехол а вот то есть магнит смотрим сюда у ваша бывает если плохо пользуются но неплохо не небрежно пользуется вот здесь вот выработка здесь вот выработка со временем у кого-то бывает это не связано это с провисанием люк люка если мы посмотрим здесь видите он чуть-чуть как бы провис но чтобы понимали даже с нулевого года то есть новая машинка тоже может провисать в этом ничего страшного нет мы пришли сюда смотрим так у нас тут не провисше уже хорошо уже машинка можно сказать в отличном состоянии то есть это первый признак почему мы должны ее купить или первый признак почему она скорее всего коленза не ухаживает он опрятный неопрятная он любит свою технику то есть ему не все равно дальше эти шланг там далее вот этот дальше открываем смотрим фильтра смотрим фильтра фильтр фильтр в идеальном состоянии не закоксованы все с ним чисто вот эти места смотрим видите не надорваны с ними все в порядке это означает что банально мало раз вот так вот открывали то есть пробег небольшой давайте посмотрим допустим фильтр вот здесь вот видите вот в эта машинка 2019 года не 21 вот здесь уже видите надрывается чуть-чуть фильтр в отличном состоянии но пробег уже виден банально по фильтру вот кстати как я и говорил эти штырь и если включить я могу давайте вам продемонстрирую ну ладно нет продемонстрирую говорю видео будет долгое возможно кому-то информация это потом понадобится он меня вспомнит и отремонтирую благодаря мне то есть вот машинка вот мы включаем здесь я компрессор поел кстати вот я пайка уже занялся также не работает штырь должен замкнуть берем что берем вот так извините на коврике берем вот так вот вот так вот замыкаем микрик включаем машинка заработала проверяем там обдув проверяем вентилятор работает нет машинка не работает то есть вы должны уже понимать как все это работает как можно обмануть систему рассказываю случай буду рассказывать сушильная машина купер буш коттеджный дом ну один коттеджный поселок дом там большой все дела купер буш вы знаете сколько стоит проблема в том что вот этот ну то есть тут другой был и не доходил до конца вот этот крючок я доходил но там износ механизма был но нужно было сушить прям вот нужно было им всегда очень нужно убылка стоило 20 плюс тысяч если что на купер буш а внутри это буш только убылка другая была что я сделал мне сказали denis очень срочно надо пожалуйста игру ну ваша убылка во первых на заказ во вторых сейчас с собой у меня нет я такие расходники не вожу то есть у меня есть насосы по 10 по 15 тысяч но вот эти убылки 20000 не возить чтобы они очень редко ломается чтобы когда-то я поставил но у меня уже нет запчастей что я сделал снять уснял убылку там микрик такой же как и здесь между микриком вот фишка фишка ничего не делал я просто перемещу установил и она вечно дума что она закрыта то есть я им включаю а начинает работать игру смотрите теперь а там механизм нашать его такой нажимается игры теперь смотрите вам на день хватит на два дня вы посушили выключили открыли люк достали потом соответственно новое белье включили снова включили она думает будет думать всегда что машинка закрыта тем самым я обманул эту систему и ну дал людям возможность сушить то есть нужно было прям срочно такие вещи они иногда помогают пока показывают твой там профессионализм приходим сюда убыл это нет фильтр чистый соответственно я когда фильтр посмотрела сразу сказал бери все с этим нормально открываем здесь смотрим здесь более-менее чисто фильтр смотрите чистый там чуть-чуть форса есть но чуть-чуть значит что значит за этим фильтром тоже ухаживали либо маленький пробег то есть либо мы либо ухаживают либо небольшой пробег это это для нас хорошо то есть либо мы ее покупаем потому что она обслуженная техника и ремонтировать такую машинку стоит почему потому что банально клиент любит свою технику он ответственен и он ну бывает знаете приходишь при на на вся в грязи в каком-то жиру тут какие-то потеки порошок но они приходят вот они на суши на стиралку приходят вот так засыпали не будут этот на клиентов так бах-бах включили то сразу понял то с ними даже у меня это очень редко бывает у меня разговор такой смотрите вот это вот это столько либо ремонтируем либо нет тут можно человеку объяснить что вы делали все правильно опять же опять же общайтесь с клиентом что вы делаете правильно это вы делаете неправильно им эта информация будет полезна людям которые не следят за своей техникой такая информация будет не полезна и вы сразу про себя думаете я даже время терять не буду либо человек ремонтирует меняет тент помпу условно да там тент помпу либо человек не ремонтирует а у кого сломалась тент помпа вот у такого человека кто ухаживает за машинкой вы говорите смотрите она покрывается накипью теплоотдача уменьшается соответственно у вас появляется микротрещины на тене при нагревании металл микротрещина увеличивается и происходит уменьшение сопротивление изоляции то есть вода туда затекает условно и у вас выбивает узор для того чтобы этого не было мы меняем частен в дальнейшем постарайтесь следить там за водой может быть какие-то чистки либо переходите на жидкое моющее средство все человек понимает что вы когда поменяете этот тент он будет следовать вашим рекомендациям и возможно не через два года этот сломать а через четыре и вы довольны и он доволен что он вас не вспоминает ну хорошем смысле слова что он долго работает вас рекомендуют и вы должны понимать что вы максимально правильно ее отремонтировали блин таких примеров конечно у меня миллион вот надеюсь видео не по сценарию надеюсь я какие-то 8 8 процентов информации вот что я делаю что я смотрю я донесу до вас конечно много много могу пропускать дальше сейчас батарейку поменяю дальше открываем банально все что пока что мы без разбора открываем низ если у вас открывается низ повторюсь все что я говорю индивидуально вот для вот этой техники возможно эти знания протеин вы можете применить и для зануси и для мили это не так важно но если я что-то пропущу пишите все это в комментарии что вы как вы делаете как и диагностируете но вот данном случае я это делаю так именно для этой техники я могу конечно не сказать про я не знаю там вот про этот клапан ничего потому что он во первых не ломается во вторых ну что он не ломается я вам про него не говорю вы про него не вообще не думайте откроем здесь серия 6 переходная смотрим что здесь здесь у нас водичка не бывает ворс если нет ворса и водички да прям он туда вот так смотрим что это означает опять же либо моют и ухаживают либо небольшой пробег практически не пользуются бывали машинки когда я приезжаю им по пять лет но они детственно чистые как будто и вообще ни раз не пользуются я начинаю задавали вопрос а вы еще пользуетесь они говорят да нет мы сюда приезжаем раз мы живем за границей сюда приезжаем это типа наш дом москве 1 ну типа на месяц один раз в год я говорю ну все понятно как бы вообще тогда вопросов нет тогда смысла нет диагностировать там сушку общайтесь с клиентом все чисто смотрим испаритель испаритель в отличном состоянии либо чистят новым во-первых моется да он и должен быть в отличном состоянии но как вы видели по предыдущему видео здесь все равно закоксовывается если вы активно пользоваться тут все в отличном состоянии светите не светите все пробег небольшой пушкам значит как правило здесь естественно мы чисто полную не будем делать я даже во первых это дорого во вторых я человеку сказал что ну нет смысла деньги тратить и тут он и сказал как бы нужно ли полностью разбирать я говорю нет я давай обхожу хоть и больше заработаю на том что я ее полностью обслужу но в этом смысла нет он больше денег отдать я заработаю но в этом смысла нет то есть там я ничего не увижу просто ни за что брать деньги но я так не люблю делать закрываем дальше на что еще можно обратить внимание сзади сливной насос если он ломается есть у вас проблема по повторюсь мы сейчас ее легко обслуживаем легко ну дешево то есть не с каким-то полным разбором что я делаю на видео а вот так частично там супер смотрим смотрим сливной насос так открываем раз два открыли вот он сливной насос открываем здесь это как бы и ремонт это что можно диагностировать случае каких-либо поломок это что вы должны диагностировать при заказе конечно же если у вас проблема оборван ремень ремень вряд ли вы туда полезете но смотрим здесь вот что мы видим здесь здесь у нас ворс закоксованный они закоксованный вот он остатки ворса то что сушка все-таки пользовались его пить и немного он пальцем уходит это хорошо и бывает так что вот здесь на этих датчиках влажности ворс налипает сушка слила воду но ворс налип и пишет ошибку переполнен бункер здесь убираете вот это все чистим это мы естественно почистим потому что говорю мы легко обслуживаем и дальше вставим как правило один раз жизни его по уменял насос а так не менял два болта снимаю верхнюю крышку с моим верхнюю крышку машинка шумоизоляцию хорошая машинка смотрим здесь смотрим здесь во первых всегда обращайте если вы не умеете читать код баша то есть давайте я вас научу по поводу информации платной бесплатной ладно чуть позже смотрим на очень важно очень важно знать возраст возраст машинки важно почему потому что есть у вас есть опыт вы должны вы нарабатываете опыт и понимаете за два года не забилось когда люди говорят бош шесть лет семь лет не сушит соответственно забилось если люди говорят машинки два года не сушит соответственно утечка или бета-компрессия все вот так легко вы проверяете если они не врут то есть если это в том плане что именно не сушит а то некоторые говорят не сушит приезжаешь а там выбрали этот барабан не вращает и я спрошу вы не слышите что у вас звукой другой изменился то есть проблема ну не сушит а не вращает барабан это другая проблема и соответственно то что я вам сказал 10000 зачистку это превращается в 6000 за замену ремня как считать год смотрите 4 цифры 0103 последние две цифры 03 это месяц то есть будет 01020 30403 это я во февраль-март будет 12 будет декабрь 01 что такое 0 это год а это десятилетие десятилетия 0 это 2000 20 и далее если была бы цифра место 0 1 9 это 2009 2010 и так далее если было бы 8 это с 2000 по 2010 если была бы цифра 7 это с 1990 года по 2000 дальше цифра единичка это год то есть считаем 2021 год январь февраль в марте сделано в бардах 2021 давайте пример 2 9904 посчитали правильно 2010 по 2020 но тут 9 стоит то есть 2019 год 04 январь февраль март-апрель март-апрель 2019 года давайте для примера вот на большой вот этом вот 0103 то же самое что и здесь что ли да кстати оказалось такого же года давайте блин ну тут не видно тут по-моему нет вот 0105 2021 года пятый месяц стиралка у нас 0106 ну думаю понятно да табличку себе вы пишете фд 0202 2022 год 2 2 месяц это так определяет возраст башам если вы посмотрите на хайр или на там самсунг на лжи у них год не пишется на шильдике он у кого-то пишется она в основном не пишется да у кого-то питом у самсунга пишется у кого-то не пишется поэтому в этом плане больше шильдик смотрите уже читает читаете ну и плюс когда вы все открываете любую стиральную машину вы смотрите вот что тут написано вот 02 2021 то есть вот данная конкретно модель так вот эта штука до бункер сделан январь-феврале 2021 а машинка собрана в марте ну все сходится да вот ваши признаки смотрим здесь хомуты ничего не трюк не трогали все на месте стяжки стяжки все на месте нам удали тоже год написано за что нормально ремень все нормально с ним тут смотрите вот это не ворс машинка в идеальном состоянии это означает хладагент вот извиняюсь вот полный шильдик 800 ватт это пиковое потребление все они будут а3 плюса звонят тоже с вопросами а вот у хом профессионал или у вас к там последней модели три плюса а у баша один плюс это что означает энергии лучше и лучше адская я говорю нет не лучше ask и начинаю объяснять что компрессор и наркотока потребления энергия энергопотребления у всех одинаковые у всех она одинаково дальше вам здесь напишут 9 килограмм там напишут 10 килограмм и вот за час здесь сушится 9 килограмм а там 10 ну естественно давайте плюсы добавим у всех компрессорных сушек везде будет а три плюса они везде до одного тут даже 800 где-то пишут там 600 но это нет и не так важно 200 ватт и за один киловатт 5 рублей у нас это расходуется в час на будет 800 или 200 это сколько один рубль да ой на 1 рубль разница представляете так о чем я остановился надо все они а3 плюса людей там разбирающиеся думаю что тут какой-то энергоэффективный компрессора здесь не энергоэффективный компрессор по поводу сушки на 5 смотрим открывается нет смотрите лайфхак нет пока не лайфхак пока химию кстати прикупил для мойки боковую стенку мы снимаем и заодно обслуживаем и заодно там как я вообще когда снимаю боковую стенку понимаю там она не смотрите тут открутили тут открутили пытаемся открыть ее видите не открывает что это означает то что сушку точно никто не разбирал потому что даже я вот здесь вот нижний болт есть даже я этот нижний болт не закручиваю не закручиваю почему чтобы понять что ее уже я ремонтировал когда-то если вдруг забуду хотя всех клиентов помню на очень хорошая память реально никого никогда не забываю когда мне писать что этом дело здесь есть секретный болт вот она секретка если его нет приходите буш на технику так палец засовывать ее всего нет значит сушку уже открывает ты нет открывал мастер это не так важно открывали значит просто для вас какая-то информация это не означает что она плохая или хорошая ну вот вот он этот секретный болт все стороны будет уж сам вот этот болт я даже обратно не поставлю что потом имущество так не открывать снимаем сушку смотрим тут творца нет тут ворса нет я сразу сказал что она в идеальном состоянии я ее не открывал куда пришел просто по фильтрам посмотрел но тем не менее для видео я должен показать что ну так дальше смотрим здесь вот здесь бывает выработка выработка это когда ролик уже уставший из него слазит резина здесь выработки никакой нет все блестит соответственно ролик тоже есть его снять как это ворса есть это мелочь даже если барабан снять ролик шуметь у вас не будет давайте я вам продемонстрирую снимаем надежитель вот как опять же можно демонстрировать там ролик живой или нет барабан чуть-чуть вверх видите никакого шума видно что он крутится вот он крутится никакого шума плавно барабан отпускаю вот он открутился конечно же все по на опыт я уже могу так вы ну диагностируйте то есть вы должны смотреть на сушку и уже все понимать так тут так тут так тут этот не ломается не ломается то все краси красиво тут этого нет значит не открывали значит ролик точно не меняли значит он родной значит вот это все все значит 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 дальше 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 здесь ролик натяжной здесь у ваша стандартная бывает выработка и в этом ничего страшного это от ремня может быть вот смотрю здесь ремень тоже не ломается как правило но если мы его посмотрим на вот так вот да он тоже в идеальном состоянии он тоже в все хорошо этот ролик крутится никакого шума нет не будет шума потому что она очень свежая тут все хорошо смотрим на трубки то есть я тоже и диагностику клиента провожу смотрим трубки тут ничего не пережата трубка я высокого давления не на низкой они на низкого давления ничего не пережата все хорошо сделано значит ничего перетирать не будут здесь конденсатор испаритель и конденсатор у нас медный 6 серия она надежна вот там был вот 4 серии это у нас алюминиевый видео есть на канале все значит тут мы ничего не делаем пылесосе даже не надо но на выделенном состоянии вообще пылесосить не надо поэтому мы снова натягиваем ремень ту стенку я открывать не буду ту стенку и открывать не буду потому что там вот вообще ничего нет там не парень не пара генератора ничего нет прокручиваем барабан на сушке тяжело крутится так и должно быть почему потому что здесь ворс и выплотнитель его здесь и вон там он вон он он ворс выплотнитель и он создает вот этот вот натяг на барабане и на стиралке барабан должен крутиться легко потому что там такого нет все крутится все хорошо лишний шумов нет стабильно крутится нигде ничего не закусывает здесь здесь мы закончили можно закрывать по поводу обслуживания что мы делаем здесь здесь я почищу это уже без этого сделаю без видео дабы его не затягивать снимаем вот этот кожух потому что мы диагностируем тире обслуживаем так просто все болты откручиваем это уже снимать не буду добрались до задней опоры флянец там суппорт как угодно очень можно называть все в одном то есть ваша это так реализована снимаем мы стопорное кольцо снимаем руку подставляем иначе стопорного кольцо у вас улетит куда-то потом не найдете какой здесь бывает грешок за башом я бы не сказал за башом за сборщиками они сюда мало смазки набивают иногда за то что набивает мало смазки нормально видно вроде нормально бывает даже гарантийный случай через два-три месяца тук 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 такой стук появляется бывает появляется он через полтора года это супер на своих видео я всегда смазываю тут защищаю давайте посмотрим здесь но здесь вот вот смотрите он легко катается здесь она еще как бы еще как бы есть еще как бы есть но ее но я бы не сказал что ее вообще много в наличии вот смотрим опору смотрим здесь состояние вот видите немножко желтенькая вот я рукой убрал то есть данном случае смазка еще есть это хорошо это хорошо если и не было то было бы не очень хорошо здесь мы зачищаем здесь мы зачищаю здесь мы зачищаем чем мы зачищаем мы все равно защищаем и смотрите какой еще косяк какой косяк видимо или косяк или нет здесь должна быть вообще опора здесь должна опора кто смотрел предыдущие видео то есть такая втулочка должна быть посмотрел предыдущие видео то должен понять по опыту опять же здесь опоры должны быть здесь а должна быть опора это сто процентов куда она делась мы не знаем ну да я же никак не мог снять да это супер снимал а нет вот она вот она эта опора это опыт это опыт то есть опора это должна быть по-любому все чистим все это чистим смазку смазку я использую ну вот такая вот давайте почитаем призназначена для подшипников качения и скольжения всех типов шарниров зубчатых передач в узлах транспортных средств индустриальных механизмов бытовых инструментов вязкость масел 160 рабочая температура плюс 160 градусов нагрузкой сваривания 180 ньютонов ну по описанию крутая да я вообще пользуюсь уже там по года три не помню проблем с ней не было и она по консистенции очень похожа на маску который было прям очень похож не солидол вот именно вот такая вот тут его мажем намного не мажьте все равно то половина выдает это выйдет ставим дальше втулку втулку еще чуть-чуть смазываем также 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 эту опору чистим рекомендую использованную тряпку на выброс рекомендую использовать просто обычные салфетки бумажные либо туалетная бумага здесь все зачищаем от старой смазки ими движениями банально достаю все в грязи а теперь тут везде чистота видите смазку добавляем все выйдет еще повторяюсь суппорт чик мягко вошла тут и и размазываем втулочка и обязательно ну или не обязательно стопорное кольцо дальше вот это обязательно тут ворс тут вода в воздух ворсом будет попадать внутрь будет ворс выступать как абразив не будет чувствовать это обязательно делаем закручиваем и закручиваем саму конечно опору саму опору блин свет плохой скоро мне придет свет на gopro буду стараться делать качественный контент сушкой мы закончили сейчас я его соберу вот эту уберу просто соберу это уже без без камеры тут ничего интересного ну на этом все давайте немножко поговорю о компрессоре опять же писали мне мастера разобрали и почистили включают тряпку он туда положили и она компрессор чистом две минуты перестает работать и пишет ноль что это утечка или так далее сразу говорю предка ломается реально лет редко вообще ломается и там что-то с этим бывает машинку когда вы чистите потом собираете нужно полностью собирать полностью собирать для того чтобы был обдув испарителя почему потому что если вы загляните вот сюда то есть там есть датчик температура датчиком здесь и он должен видеть изменения помимо влажной тряпки он должен видеть изменения там не видно будет вот здесь он находится вот смотрим вот он датчик войны но я сейчас вытащил стать где-то он валяется вот она фишка к нему идет он реагирует опять же на изменение температуры датчик влажности находится у нас одни и те же сушки вот здесь вот вот две металлические пластины металл не ломается он не окисляется с ним ничего не бывает как проверять вообще работает она или нет мочите тряпку кладете именно вот так вот как я показываю и закрываете все у вас воздух проходит здесь она видит что мокрая и так проверяете обдув там работу компрессора вот если не через сервисное меню проверяйте так я уже для себя сделал здесь я хочу проверить там работу просто компрессором у меня есть вот такая штука не обязательно вам это делать я много показывал чего у меня есть чего нет у обычных мастеров семья вот пусковой конденсатор вот она рабочая то есть я могу так менять так менять любом случае они все плюс-минус одинаковые ставлю проверяю испаритель должен охлаждаться конденсатор должен нагреваться все если у вас через пять минут это горячая реально горячая не тепленькая горячая а тут холодная действительно холодная ногу 10 градусов плюс-минус такое то все у вас работает ребят то есть не не утечки нет не декомпрессии если у вас через пять минут вот это вот кипяток не через 40 минут кипяток а через пять минут кипяток тогда у вас межвиток это проверяется так условно компрессор хотите более подробно смотрите мои там предыдущие видео как все проверять как диагностировать буквально прошлом году я не умел паять теперь уже вот в мага все теперь я уже появите компрессоры и имеет появию алюминия паяю и кое-что еще нашел кое-что еще нашел я вам рекомендую всегда развиваться ваше направление всегда читать очень много интернет читать но проверять информацию то есть не просто доверять всему проверять информацию читать зарубежные сайты как я это делаю и если тут испаритель у нас алюминиевый то смотрите что мы нашли вот то у нас здесь испаритель видите медный с нашими примерными размерами но можно потом еще поиграться если тут проблема будет с алюминиевым испарителем то мы можем проапгрейдить эту сушку сделать в нем медный испаритель и это будет очень круто конденсатор там ну тоже можно на этот же пай поменять и тогда мы это надежность бы он банально надежность увеличиваем капрессора говорю очень очень редко скобочках никогда не ломаются эти ну вот так можно прокачиваться это вам дополнительная информация что при желании можно сделать все были бы руки самое главное все что еще вам рассказать датчик важность сказал как проверять рассказал что там как обслуживать легко сказал полная чистка полная разборка и ролики сказал эти конденсаторы не ломаются на них никогда не обращать внимание сразу говорю не ломаются все забываете что вам еще сказать в общем пишите в комментариях если я что-то забыл это такая про поводу чисток сименса баша у меня есть видео часовые на канале по поводу пайки как все паять есть трехчасовое видео если вы ну хотя бы смотрите полчаса в день за завтраком за обедом либо в дороге я там очень хорошие вопросы задаю холодильщику моему другу коллеги напарнику и там тоже очень много хорошей информации еще больше вопроса я задал без камеры но это уже знаете не делать же лекции десятичасовые и так для часового видео скучные получается обычному пользователю все как проверять сушильную машину bosch современную я думаю вы все поняли остались вопросы задавайте в комментариев но общение какие-то ваши какие-то нюансы я принципе много секретов рассказал год как узнавать и вот все все в этом роде все можно при желании вот эту дверцу продать клиенту потому что тут ведь она перенавешивается ночью грозного дать неважно и это дверца легко становится сюда и суда легко она становится в общем нет сюда нет потому что тут что штырь находится сюда легко становится можете я так продавал версия которым колонии стоят и справа платится сушитель что ли был и нужно было чтобы не справа налево там а слева направо ну или наоборот слева в общем вы поняли нужно было чтобы она открывалась с другой стороны все замок тоже очень редко ломается если ломается замок раз болт откручиваете два болт откручиваете снимаете декоративную заглушку снимаете декоративную заглушку смотрите замочек чуть-чуть вверх на себя туда он не провалится не переживайте на себя вот и вытащили все его поменяли либо суда переставили ну когда будете представлять дверцы также берете новый замок вот смазка очень редко ломается прям реально очень редко также вы вставляете вот так вот чик все также чик поменяли чик все на чик тут все видите вот это сюда вот так чик все замок поменяли замок меняется сколько 10 секунд прошло замок поменяли проблем нет дача холла не ломается не видит закрытую дверь смотрите модуль не видит закрытую дверь вот здесь вода либо останавливается в паузу смотрите микрик микрик окисляется поэтому они сделали дача холла ну потому что я всегда говорил что bosch он прогрессируется их в своей технике и он рад делает работу над ошибками дача холла не ломается он продакт правильно называется ну датчик двери давайте будете легче дай микрик этот иногда ломается банально тем что микрик но контакты там медные они окисляются по пропадает контакт но ломается супер-супер редко все это вы должны думать все это вот должны думать анализировать либо звоните мне консультации сразу бесплатные какие-то там больше за вас ремонт либо определенной расшифровать код ошибки это уже будет платная информация потому что клиентам она не нужна мастером нужно а если хотите ремонтировать получения меня то будет но сейчас я поэтому поговорю сейчас это соберу и к самому интересному очень важно очень важно делать фотоотчет каждая третья наверно заявка то и звонить мне человек ну я назначаю время он грида хорошо супруга будет дома для но это каждая третья заявка женщина мало что понимает в технике поэтому открыли увидели грязь сфоткали эту грязь сфоткали вот это сфоткали общее состояние что там сделали позвонили сказали у вас там вот это вот это сломалось это надо почистить сделали работу сфоткали после все вам это несложно это пять секунд перестали все клиенту все клиент полностью вас уверен хоть и давай до этого вас был уверен полностью увидел что у них все чисто и вам случае чего если он вдруг ошибка по насосу будет у вас есть там хотя бы ну не то чтобы доказательства то есть люди просто спросят там вы почистили выглядит ну конечно да и даже вам вопрос этот не будут задавать не будут на миллисекунду сомневаться вашей квалификации просто вы отправляете фотка до после и к вам вопросов нет а они не возникают но у к вам и и даже в мыслях у человека не буду что а вдруг вы не дочистили потому что у вас все фотографии поэтому вы все всегда фоткаете вот я фоткаю человеку все что все в отличном состоянии выработки нет что но здесь на супер не сфотка вам ладно видео у меня есть что все в отличном создании фоткаете радиаторы и это все чищу собираю фотку и снова включаю что она включается что все нормально и отсылаю фотоотчет от фотоотчет всегда если человека нет рядом либо ребенок скричать либо бывает так говорят не очень ключи там приходите делаете и все то есть вообще на доверие все равно все фоткаю до после вот банально сегодня фоткал сейчас покажу номер не буду показывать на всякий случай вот хотя сабот утечку делал сегодня фоткал что на человек при привез мне со сломанными этими полностью разобранную технику вот я ему фото что испаритель полностью рабочий фоткала состояние рабочей машинки что все чисто вот что я паял вот с тепловизором яма целая фотоотчет все вот так вы и работаете это сегодня было что сегодня было вот тоже сегодня вот сегодня 1430 человека не было дома я все пофотка вот хр делал видите в грязи по видео меня нашли естественно я сделал полностью все с разбором полтора часа вот полностью снимал я супруги ей показал ее супруги но это же показал что все то есть вопросов нет всегда фотоотчет вы должны так работать поверьте мне это будет но будет вам в плюс не ленитесь это делать насколько вы не были крутой мне звонят горит у вас очень много хорошего отзыва вы в нашем жека уже 15 раз были а я там наверное раз 40 уже был там он большой котельный поселок вот очень хороший день если я хочу чтобы приехали сделали я приезжаю делаю все равно фотоотчет просто все равно запомните есть некая аксиома которую вы должны делать тысячу раз вы должны включить увидеть что она все работает после того как вы ее собрали разобрали вы после себя обязательно включаете и и понятное дело что вы ничего не трогали да вот как и я вы ничего не трогали но вы обязаны включить показать что все работает либо когда клиент либо что вот работает при мне вы уходите и дальше уже что случается это либо новую проблему ли клуба кто-то сюда залез должны делать это всегда просто начните это делать и вам будет больше доверия несмотря на то что у вас там уже рекомендуют либо вам изначально доверяли либо вы у человека вообще второй раз такие вещи кстати вот хорошо что я вспомнил про это такие вещи вы должны делать все мастера так должны делать так да чистим вот я пришел чистим и стирал к старой машине сушку собрали так корзину не забыть отдать и шланги теперь приступаем к стиралке повторяюсь диагностика для современной стиральной машине вот функции dos первое на что мы обращаем внимание смотрим опять же внешний вид открываем смотрим здесь ничего не потек этот болт не ржавеет не ржавеет ну не ржавый показываю фото что бывает когда он то есть какой-то пробег либо не совсем хорошо пользуется машинкой все хорошо дальше открываем губы лка у нас не провисшая тут выработки нет соответственно либо пользуется нормально либо пробега пробега нет открываем здесь здесь есть какая-то грязь который убирается рукой и вот она рука убирается пальцем значит это не плесень значит тут тоже все хорошо во всяком случае клиенту я это уберу это мелочь убирать все хорошо все гнется все мягенькая налета тут нет уверен я пока что уверен ты в порядке показываю еще один секрет как узнать вообще что стирают в основном какие-то куртки замочки или нет смотрим на этот бак эти он чуть-чуть вот такой поцарапанный но это это особо ничего нам не дает но означает что тут и куртки все остальное стирали если бак у вас не поцарапанный такой знаешь машинка прям супер новая либо стирали только постельное белье супер новую смотрим здесь здесь следа нет этого налета здесь чуть-чуть есть но это мелочь то есть налета следа нет вода скорее всего тут нормально но не то что вода тут жидко-мощи средства сначала хорошо воду это я клиенту отдал тут была крышка перед сливом перед транспортировкой сливаете тут воду я сливал я не честно не буду этого делать но открывайте против щитовой смотрите что там у клиента я никогда это не делаю вот никогда но если вы там покупаете бы уж ну или что то то вы открываете смотрим насколько там грязно бывает да кстати был случай не сливает сименс четыре года я открутил вытаскиваю у меня прям хлопья накипи прям то столько много накипи я не долго думая но это свой еще клиент был рядом со мной сидел на игру по ходу т.н. под замену открываем мы естественно марта все в отдельном состоянии помпа это была под замену крыльчатками шаталась не сливала на и вытаскивают на т.н. т.н. вообще карелый был черный черный а он занимается какой-то бизнес у них был газовые котлы и он тоже протянутом рассказывал у него 12 штук по 900 ватт в котлах что-то такое короче рассказывал мне уже не помню он говорит да я как бы даже вопросов нет конечно меняем банально откручиваете видите что тут у много хлопьев т.н. а ну это накипи налета соответственно он скорее всего уже сабла обладает стена так тут все хорошо ничего не провисает ну конечно же включаем важно важно 1 2 современная машина bosch кто не знал кстати вот моргает это означает что датчик датчик влажности тоже работает ведь не видит не видит ему еще средства кто не знал на современных если делает два жучка жучка 2 жук-жук то айдос работает что произойдет лучше фондой сработать современная стиральная машина bosch если но я потом возьму датчика т.с. отключишь сразу выдаст ошибку если здесь бочонками с платы будет проблема сразу выдаст ошибку если вы включаете ну может не вы достаете папа и досу тут немножко прервал приврал но потом выдаст их сразу она не выдают процесс стирки она будет неадекватно себя вести заходите в сервис на минутку в кода ошибок последних а там она будет есть критические ошибки которые сразу выдает есть ошибки которую копится ну не моргает она это у вас на камере на мастер и моргает если умели даже точно так же бывают если ошибка не критическая то она находится в сервисном меню сервис на меню большая очень редко захожу в мире всегда захожу посмотреть какие коды ошибок коды ошибок эта история то же самое как и с возрастом вы видите что ошибка после его ошибка там по нагреву бывает ошибка по гигиене самое главное уже понимаете сколь скорее всего если по по гигиене она несколько раз показано значит камерах присостатов в плесени может быть значит туда нужно лезть там если она пишет ошибку нам после его или по уровню воды начинала там засралась и не видит уровень воды но вот так вот банально это одна естественно из причин одна из причин но так банально можно подумать логически и сможет их то входа коров ошибок то же самое что и здесь но здесь ладно сушка практически это дня то что слишком простой аппарат ну по крайней мере для меня а стирал как это интересно смотреть стиралка чаще пользуется вот новый вы диагностируете вы понимаете что с ней было прожужжали значит у нас рабочие вот я так и проверял то есть значит все нормально любом случае мы этот айдос будем естественно проверять смотрим здесь порошком не пользуются да и как-то все чисто вот помните машинка вот здесь вот он 7 ведь и ржавая вода плохая это московская вода здесь более-менее нормально либо опять же пробег заглядываем внутрь тут тоже все отлично тут ну чуть-чуть какой-то там чуть пожелтевшие но не плесени ничего все нет значит опять же либо маленький пробег либо она в отличном состоянии конечно мы ее за 60000 удовольствием забрали здесь этот люк практически никогда не ломается ли если не облокотятся на петлю здесь убывает носок заживет вот здесь вот манжета ломается ли меняется легко это никогда не ломается миллион запросов от мастеров разных чатах как его проверить это электронный замок что с ним делать он не ломается во первых во вторых как проверить лампочка есть как проверить банально 500 рублей бушный купите рабочий замок сняли вот этот хомут сняли фишку по цене ли свой замок по цене заведомо рабочий что вы узнаете на другой машинке и в проверяете так все если у вас не хватает знаний то не возить с собой расходные материалы 500 рублей этот замок про поставили под с ним также машинка себя ведет значит вне в нем проблемы заранее говорю он не ломается может быть на тысячу машинок два случая будет замка но он не ломается пишет ошибку по замку значит ищите что-то другое с электролюксом говорю это там темп на подсказку он был один один из видов все соответственно ну мы можем как бы включить как-то кратковременно заблокировался люк отключаем разблокировался все все нормально в курсах по мастеров которые я когда-то тоже смотрел вот там есть такая но таблица то написано блокировка замка потом наливается вода потом подается сигнал на датчик пресостата датчик уровня воды перестав называется потом идет вращение барабана потом идет нагрев потом идет слив ну и потом типа вот там следующий этап это средняя диагностика согласен это средняя диагностика тут видите тут сначала включаете сначала бочонки потом залив потом щелчок ошибку не выдает значит уже все хорошо потом здесь не залив здесь идет вращение барабана то есть вы уже понимаете что он вращает когда он распределяет белье взвешивает уже идут уже процессы идут уже мотор там работает поэтому тут немножко по-другому уже все происходит вернусь к электролюксу не блокирует это не значит что нужно замок смотреть или потом по этапу смотреть этот кэн до клапана электро наливной сразу нужно там на т.н. все это очень индивидуально и то что я вам тут делаю часовой ролик это без подготовки вот какие-то основные азы миллион случаев там разных могут быть недавно вот мастер писал я 35 ошибка больше теря 6 берет один год я 35 ошибка я говорю не может быть я 35 ошибкой может быть есть 35 дробь 10 ну или да да потом 10 ошибка я говорю нет это не двухзначная ошибка это 4 это не две ошибки это четырехзначная ошибка 4 цифра 4 цифры а он говорил но я вам потом переписку почитаю что там проблема вообще по был он видимо я не знаю что 35 ошибка значит и я не должен это знать сразу вам говорю если мой мастер не означает что вы найдете ошибки должны стать до банально какие-то там на посудомойка больше е15 и 23 всегда должны знать здесь я 0 9 там трен не работает какие-то базовые можете знать электролюкс и 20 не сливает у меня в голове наверно штук 40 ошибок но все их не обязательно знать щетки и 21 ну и так далее там и в 16 блокиров ну то есть сейчас начинаю вспоминать да кстати я много знака их fd это хайр не сушит ну то есть много я знаю там по опыту но я стараюсь за не забивать его хламом этой информации просто все это есть в телефоне там интернетах и на просторах ну и вообще просто можете спросить у меня допустим или у коллеги там кто-то встречалась вас какие-то чат есть так на этом пока что все то есть мы проверили все у нас работы давайте мы проверим айдос банально проверяем работает ли это ну зальем воду местом так дальше сошли мы в тестовый один в п-01 так хотим проверить именно и доз признаюсь честно года три четыре назад когда вообще попадался на этот айдос первый раз носимин со второго поколения мне говорят не не этот не работает айдос сейчас мне когда говорят не работает айдос я сразу говорю 20 тысяч рублей раньше я при надо проверить заливал сюда жидкое мы вообще средство устанавливал дозацию 100 миллилитров то максимальную быстрый режим и ждал ждал пока видел там пену кстати двойной люк это хорошо пену ждал потом открывал банально смотрел уменьшился ли у меня уровень воды и вот так делал какую-то диагностику но и тогда диагностика сразу скажу неправильно потому что при мне она работала потом уходил потом она не не этот не уходил уровень то есть она это неправильный тест правильный тест это заходить сервисный режим и включать сервисный режим так теперь смотрите идет моющее средство подача видите он работает но кстати я конечно да конечно я наверное очень плохо сделал в плане того что она слишком жидкая и вообще надо теплую воду залить чтобы прогнать из там остатки есть она слишком жидкая и поэтому тут водички нет ногу кстати когда она новая тут водичка должна быть идет с 2 если она автоматически определяет там сопротивление этом если контакт и вот это все в этом роде тест сейчас идет ну я уже не помню по моему вода водичкой наверно не должно быть на слишком жидкая поэтому нужно такой день на день с гелем она потечет на лице это будет не очень все т.с. выполнен ошибок никаких нет все у нас хорошо но водичка у нас до осталось на просто прожжала а вот неудачный наверное эксперименту что воду налил ну это просто даже уже не помню всегда так проверяю вот так джиг джиг и все поэтому а а да по моему на первом айдосе воду я наливал и нормально это видимо ну ладно да тут вроде все чину не вроде все чисто кстати смотрите вот тут тут мокро значит она такое чувство как будто да надо не хватало наверно то есть должна быть она более густая ну вот так вот диагностируйте то есть там p1 это мотор можете кто-то делает пользуется этим сервисным режимом кто-то у меня друг есть он на электролюша постоянно заходит кто проверяет мотор помпу ему там ну лень ну так привыкли мне такого понятия что ли но так привык проверять я же сторонник того чтобы т.н. не просто в ключ залить воду включить здесь т.н. и вы смотреть температуру а банальная вытащить посмотреть самому проверить мультиметром мегометром или мегометром и я сторонник этого все-таки достать посмотрим там шатать здесь амортизаторы ну то датчик дисбаланса то тоже можно проверить все можно делать после с помощью теста так делают вообще официалы но я сторонник того чтобы разобрать машинку и посмотреть в некоторых случаях вот в этих там в миль когда надо открывать надо доставать амортизаторы кстати выделенном состоянии бак не болтается вот она работает в идеальном состоянии все у нас хорошо я сторонник как бы все равно заглядут внутрь теперь что касается информации вот я сейчас выпускаю ролик рассказываю какие-то там секреты что-то кто-то уже из вас скорее всего это стал кто-то не знал кто-то много информации свои услышал это все бесплатно и дальше это тоже будет бесплатно я там не зажравшись и ничего в этом роде но такая информация как кода ошибок и сервисные режимы которые предназначены для инженеров бесплатно у меня никогда не будет первая причина самая основная потому что я сам покупают информацию либо покупаю либо когда-то покупал я вообще такой человек когда я начинал свой путь модульщика у модульщиков спрашивал других я всегда благодарил всегда будь это банально скинут 500 рублей заказа то есть он мне помог я взял не 7000 а 7500 500 рублей скинул ему человек следующий раз уже у него это сказать есть мотивация мне помогать чтобы не тот не просто так что за меня дело другой человек я всего лишь не блокирует что смотри на грис мари там я посмотрел о действительно поменял все так легко то есть я своими мозгами не додумался доме мне помогли соответственно вообще по факту это очень не мой заказ то что я его механически сделал это ничего не значит самое главное это мозги всегда продавать нужно знания они вот ну то что ты там руками делаешь знание и время естественно поэтому я информацию покупал и для тех людей кто будет у меня спрашивать эту информацию она будет всегда платная ну средняя цена там от 500 рублей там до 3000 если это прям супер то что не нигде нет сразу скажу я не рекламирую себя ищите в интернете коды ошибок сервисные тесты в ю тубе когда вы не найдете на английском ю тубе ищите когда вы не найдете информацию тогда пожалуйста можете обращаться ко мне обратитесь вам не за информацией не обратитесь мне вообще все равно у меня есть мастера с разных гадров которые периодически меня обращаются за информацией и скидывают ну банально за консультации и за там тестовые режимы эти тестовые режимы то что им в будущем с помощью вот этого теста режима допустим они будут зарабатывать показывать свой профессионализм это уже они вкладывают в себя то что он заплатил там тысячу рублей за режим сейчас это ему на всю жизнь то есть они новые они дальше идут у них все у всех одинаковые вот этих моделей у всех одинаково что усилиться что вы тут понимаете и я в свою очередь также поступал поэтому если я плачу за какой-то уникальный тестовый режим который я не знаю он для вас тоже будет платный так же как именно для меня видели мой программатор мили знаете он сколько стоит я вам скажу цена около не буду точно тонус во первых не помню которых очень много всяких но было то есть привести там его из америки потом этим но в среднем это около 400 тысяч рублей не верите в эту сумму пожалуйста если мне кто-то сегодня завтра найдет программатор мили с прошивками со всеми да я готов сразу вот за 200 тысяч да вот ну небольшая сумма я готов хоть завтра купить ее или баба по вашу а сервис мне кто-то найдет с программе с кода это со всеми прошивками на все я завтра у вас его эту куплю программа поверьте мне у 2 у меня будет на 2 не важно но я знаю куда его деть если вы кто-то из вас не верит в эти цифры вы не представляете сколько я в свое время себя вложил вы просто не представляете да уже много всего купилась уже много всего купилась и самое лучшее вложение это вложение в себя и в свои знания также с модульщиками со своими с электронщиками помимо того что я даю модуля и они мне платно ремонтируют я либо могу денежку скинуть либо банально на новый год прийти бутылку поставить все спасибо ну что мне там в какие-то моментах помогает сейчас я практически даже я уже не помню да я не спрашиваю информации раньше много спрашивал информации но я все равно благодаря понимаете вот всегда развивайтесь вот теперь я там начал паять меня человека учит паять вы думаете и он меня без он меня вас эти ничего с меня не требует но вы думаете я его не благодарю или нет благодарю я вот сейчас покупаю все это оборудование газы все так все это фигну горелки я уже потратил там 35 тысяч рублей но я развиваюсь я теперь начинаю понять кое контура я теперь это все вложение в меня это пока что 35 я еще жду еще манометры короче я уже там не считаю деньги уходят ток-так вакууматор там 12000 весы там 8000 где они уже не знаю где крыше но потом все это видео будет у меня тут бардак конечно где то листы точно есть вот я вас не призываю что сейчас сейчас идите вкладывайте в себя деньги там покупайте оборудование ищите всю информацию или там платить и кому-то сами ищите информацию сами запоминайте вот у меня блино я не могу показать вот у меня сервис на видите я все сохраняю себе этом не могу поехать по что там кое-что нельзя показывать не могу говорить ну там кое-что просто нельзя показывать вы не думайте что это так просто легко вы находите все в интернете все так доступно а кто-то эту информацию продает если вы кто-то если бы она не продавалась и люди банально искали бы все это в интернете показываю конкретные вам примеры конкретные вам примеры вот прям сейчас показываю что такое опыт и почему как бы сейчас вот время уже в плен поладенства сейчас найду вот ошибка добрый вечер bosch серия 6 хомаганать свежие 35 был nef от nef под столбик которая но она не на это и на вне фессии на симец они они одинаковые там два вида убил либо такая либо с крюком скинул был пытался измерить тишина как говорю был не ломается поставил обратно вот вчера писал поставил обратно без он еще давно мне писал мы с ним общаемся хороший мастер начинающий но очень хороший поставил обратно запустилась ошибки уехал то есть было 35 он просто вытащил фишку и думал что так решилось поверьте мне таких случаев практически не бывает что вы что-то там пошевелили она запустилась запустили стирку часовую процесс серьги снова высветилась ошибка я говорю привет протечка ошибки е-35 вот сразу пишу даже не думаете в минуты а 35 и 35 нет он говорит опять скинул был поставил обратно запустилась снова сижу смотрю на нее куда рыть не знаю сразу ему пишу там четыре цифры скорее всего е-35 дробь 10 поддон говорю сухой днище ну да горит сначала 35 то есть он даже не полную информацию не придал но банально просто есть опыт да я до него это за него эту информацию он горит я говорю поддон поддон смотри вода поддон смотри вода там без запятой в 19 30 из 19 21 пишет вот так я тут спалил номер но это я вот обрезал конечно это элементарно потому что прежде чем мне писать я не против помочь но надо открыть крышку надо все проверить всю информацию поискать в интернете а потом уже искать мне легче всего конечно написать кому-то другому мне но я не против вообще не против я с удовольствием помог легче всего написать другому он тебе скажет смотри поддон ты увидел о все хорошо заявка закрыта вот я пишу 500 рублей на карту защищай хомут и ставь и он видит тут матюкается потому что он сам себя ругает почему это же так легко было да ну это так легко когда тебе говорят а для того чтобы вот этаж и бить он два раза приехал два раза человек приехал он потерял больше двух часов я уверен на эту ошибку а всего лишь нужно было вот крышку снять и таких случаев сотни это называется опыт вот потом он скинул мне это называется одну кстати в это пишет и называется опыт мне такой еще и набивать и набивает вот ну неважно так уж на глупо плосил 500 рублей вообще я если вы не скинул я не обиделся вот но тем не менее два раза приехал на заявку все он как почему-то руки повесил но теперь так оказалось легко по не знаю сколько он там взяла неважно явно больше 500 рублей ну вот вот это называется и человек теперь знает что я 3510 это протечка теперь он знает что будет искать туда теперь он за эти 500 рублей будет не два раза приезжает один из первого раза он будет свое время экономить он будет больше зарабатывать и это называется вложение в себя я тут 10 минут рассказываю об этом еще раз говорю не потому что про рекламировать потому что вы должны понимать что вы должны вкладывать себя искать читать учиться развиваться записывать все всякие блокнотики как я это делал пять лет назад прихожу в этот прежде чем ехать к клиенту у меня машины не было я сидел в метро и мне говорят ошибку такая ну там какое-то описание есть бош я начинаю читать что такое перешибка что за модель как она бывает начинаю читать что нужно проверять вот так сидел в метро и читал вот так я начинал никому и ничего не жаловался а тут есть вообще такие мастера пишет мне привет делаешь вот это я во первых мне обычно на вы обращаются когда мне на ты обращаться я не против но если на ты и представляешься привет я коллегам не так пишут привет я тоже коли занимаюсь ремонта только из там крыма подскажи вот это вот табе не без проблем ты представил всех узнает то а недавно мне пишет привет вот это делаешь это уже отвечать ему хочу говорю нет он говорит понятно слушай а на миле вот этот 321 30 там что-то что-то что означает я такой я даже не хочу говорить что это сколько этот денег стоит я человеку банально пишу я таким но я по этим вопросам не помогаю это делаю на по этим вопросам не помогают у меня есть куда ошибок поэтому просто не помогаю и скрыл и потом сверху но когда шторку сбрасываю там какие-то смайлики и что-то там пишет открываю telegram смотрю даже сообщение удалил то есть человек он типа крутой мастер да у тебя там мильки делает но тупой просто тупой если ты у тебя нет афти кодов ошибок ты в интернете не может найти если ты мильки делаешь на плате за информацию что ты думаешь я тебя просто так буду помогать вверх ты даже не представился это во первых во вторых с чего это просто с чего это такое неуважение но мне даже не интересными хватает своих работ и своих клиентов и если бы был бы это просто обычный пользователь и здравствуйте единиц вот эта ошибка я я вообще без проблем пользователя без проблем объясняю что это означает но если мастера у так мне пишут суши вот это чего вот это что сразу на ты даже не представляется я уже просто понимаю мастера то никакого желания нет помогать идите учитесь развивайтесь идите там читаете интернет и учите там что-то бесплатно что вы хотите накипело да ладно ну такое большое большое видео чтобы вы понимали вообще как он дальше действовать так что мы делаем верхнюю крышку можно не снимать мне практически никогда не снимаю снимаем заднюю крышку но верхнюю эту сниму покажу вообще а что там смотреть и самое главное расскажу про т.н. меняем в двух случаях из трех это очень частый расходник покажу как надо его менять как проверять как самое главное вообще как вам сказать что с ним делать в целом в общем расскажу все про него открыли смотрим тут тут у нас все хорошо бывает когда амортизаторы изношены отрывают вот этот патрубок опять же ошибка по протечке бывает там я вот особенно на лоджиках восьмых там на лоджиках шестых и 23 ошибка бывает ну кстати у мастера вот этот хомут вроде как-то слетел непонятно как видите тут нормально может завода сделали но она текла туда так блока доса тут тут все хорошо делал уже обзор тут нечего смотреть смазка есть здесь у как будто мало это я добавил добавлю свои смазки теперь смотрим здесь здесь у нас тоже все хорошо еще свой этот свет потерял мой прожектор амортизаторы такие же не потекшие все у нас нормально проверяется амортизатор банально так поднялся все они оболтай на всем рабочий больше никак не проверить ремень в отличном состоянии натяг хороший натяг очень редко решает вообще какие-то проблемы было тоже на электролюксе кстати вот смотрите один оборот на электролюксе по-моему я три оборота делал из-за этого машинка не выходила на ужин инвертор на что ли было я уже не помню когда-то поменял ремень вышла научим то есть бывает и на эту программу очень редко вот хотите да хотите ремень скиньте никакие кого никакого естественно шума нет здесь как в отличие от прошлого видео ничего не сломано криворуких мастеров здесь не было никаких потеков смотрите до потеки какие-то там по бокам смотрите если какие-то потеки нет никаких нет здесь тоже ничего нет делайте общую визуальную осмотр называется это ну там помпа сразу говорю не ломается есть помпа который ломается это помпа не ломается значит у нас тут все идеально вот он самый главный тэн на тэнах блок на опять же почему я люблю вообще bosch blackman есть дата производства можете узнать сколько ему лет снимаем и фишки все легко снимается здесь вот ключик и здесь просто снимается все хорошо как вообще проверять тэн первое должны смотреть в накипе он или нет я обычно делаю это через барабан вот так на барабан и смотрю сейчас не буду делать разворачиваться через соты смотрю фон накипи ну больная на проворачиваете смотрите в накипе он или нет через 100 и через дырочки это визуально осмотр очень важен очень важно поверьте мне вот прям нереально важно дальше после этого по визуальному осмотру я кстати мультиметром последнее время вообще перестал пользоваться раньше для меня это топ-1 прибор сейчас блин на все на таком уже опыте я посмотрел 3 годом тэн блестить его проверять вообще не буду но действительно я его вообще не буду проверять плюс общаешься с клиентом он на это не жалуется и все здесь у нас мультиметр я уже там в обзоре на инструменте советовал такой автоматически раньше я думал такой вот мультиметром есть он до сих пор есть кому надо могу бесплатно отдать вот раньше я думал вот у меня мультиметр вот я выставляю на 200 ум включаем на сначала мы смотрим на при таким голосом тоже сначала мы смотрим на сопротивление если сопротивление вот сопротивление есть она 30 ом меня учили сопротивление тена должно быть от 25 до там до 35 вообще все это фигня вот есть сопротивление все она работает дальше мы переводим на 200 мега ом и ставим один щуп на землю другой щуп на контакт и у нас тут должно быть единичка то есть бесконечно то есть сопротивление больше 200 мега ом значит сопротивление изоляции хорошая значит мы его вот это все переключение это все время здесь конечно 200 он здесь мультиметр обычный он до 60 он поэтому я говорю в особых случаях я купил мегометр стоит такая приблуда приблуда где-то тысяч пять ни у кого нет ее из мастеров у меня она есть потому что я просто люблю просто люблю вкладываться в себя все не сказать что она это мастхэв я пользуюсь на каждой заявке нет можно без него пользоваться но она мне важно в кое-каких случаях либо ставите авто то есть вот так смотрите нужно будет ждать те же самые но тут видео 26 более реальные либо ставите прозвонка пищит попищала все сопротивление есть прозвонка это тоже самое что этот три сопротивления только сел о батарейка то есть поэтому на прозвонке вы проверяете только там ты не там какие-то помпы помпу вообще их не attacks и когда помпа на помпе им на водка обгорала некоторые ду мастера думает чтобы разонamı это одно сопротивление то есть прозвонки это просто звенит но он тоже ведь его сопротивление показывает 26 и берет на этой прозвонки проверяет клапан клапан проверяет на клапан среднем среднем имеет около там двух трех килоом то есть две тысячи три тысячи он и горит у меня тут бесконечность такая что бесконечно тебя шкала предела тут до 100 до 150 до 60 нужно техническую документацию посмотреть в твоем этом мультиметре и берут клапана меняют и горит блин все то же самое не заливает вообще просто в этом случае конечно авто вы ставите поэтому тут на авто здесь я проверяю т.н. вот он живой потом можно авто поставить и вот видите вот сейчас он на мегаумах на самом большом сопротивление и вот я держу вот держу ничего не показывается просто определение настолько высокое что все хорошо теперь вот эта штука я прорассказывал про нее такие машинки опять же блин не знаю почему но электролюкс очень чувствительная на утечку бош на утечку еще пушкарина ему вообще все равно будет работать электролюкс чувствительной тут у нас сопротивление до 200 гига ом хочу в курсе так 200 гига ом то есть если тут сопротивление у нас 200 мега ом а тут гига ом да понимаете сколько это 250 250 у нас по стоянке корень из трех короче делаем 500 вольт кто понял тот понял и щуп контакт тут ни в коем случае руками не братьев потому что может долбануть у вас все включаем смотрим видите у нас бесконечное сопротивление вот терра все хорошо соответственно темп н полностью живой это идеально проверка вам вопрос вот то что как я сейчас сделал да вот так досконально это идеальная проверка или нет три секунды на ответ вам ответ нет не идеально проверка идеальная проверка это когда вы найдете воды ну либо без воды но лучше с водой да потому что как вода микротрещин попадает нагреете т.н. буквально с водой 10 секунд 15 без воды секунды там три-четыре больше нельзя греть можно но он у вас раскалится до красного так не надо и потом уже мегаометром посмотреть я этим никогда не занимаюсь но просто говорю что это вот идеально никогда этого делал нафиг это не надо делать но это будет идеально там вы просто бывало такое я достаю тэн он горелый внешний вид всегда нужно он горелый мы его проверяем мегометром а он ничего не показывает человеку и вот и а я не волнуюсь тела говорит о чем по прибору ничего не показывает вы же горите вон он горелый я ничего не молчу я беру подключаюсь 220 провода в розетку две секунды подожжал убрал подключаюсь и у меня тут показывает и метод показывает 190 мегаом и потом 191 190 203 он короче остывать начал и на увечении я гор видите вы когда включаете начинает греть у вас тогда происходит ну вот то есть понижение сопротивления изоляции говорит о все теперь понял то есть вот так вот такие случаи их миллион поверьте мне поэтому вашем случае когда вы делаете диагностику если это в случае там баша я вам рекомендую доставать тем то что вы с вашим прибором понятно вряд ли вашими комитра есть то что вы там с вашим прибором хоть хотите можете не доставать но тогда греть и мегометров смотрите я вам рекомендую доставать это не сложно смотрите оттянули гайку до потянули резинку нажали видите не нажимается значит надо долбануть чем-то у меня это болото полоска у меня но мой молоток это вот он вот так вот раз все можно датчик интенсивный взять можно нет достаем датчик интенсивный по нему тоже много чего понятно смотрим ну здесь какой-то налет есть здесь накипи нет соответственно если датчик интенсивный в накипи тент скорее всего либо в небольшой накипи в налете либо вообще кристально чистый после этого что делал тот мастер беру брал отверткой вот так вот заносил и вот здесь вот ломал вот так вот вот так видите гнется ломал не надо так делать тут вот есть тайны которые вообще около тебя есть тены ну да вот ну ну как-то утоплен как-то вот видите вот не идет утоплен рассказываю как здесь менять это теной все тены я меняю до 1 минуты и на 20-летних и на 25-летних где резинка там настолько выдело что это невозможно сначала ты вы тут подсовываете да подковыриваете его одной рукой сложно подковыривайте чуть-чуть срывает чуть-чуть там срываете чуть-чуть срываете если он у вас дальше не идет вот не идет он если покупаете вот такую штуку монтировка гвоздодер 100 рублей и дальше уже и вот сюда вот подкладываетесь вот видите вот сюда вот и вот так вы можете пройтись вот за верх тянуть то есть не только отсюда за вверх и вот отсюда вы можете тянуть со всех сторон вот монтировку . опоры и начинаете вытягивать вытягивать ну тут он конечно да легко пошел есть тяжелый случай еще раз говорю идете вот сюда вытягиваете вытягивать вот он у вас вытягивается все проблем никаких нет не надо как они все кстати на башей вот опять же почему люблю они очень легко все достаются но я знаю иногда идите и на лжи особенно в топливные вот эти лжи шны вот все то же самое одна отвертка вот такая 60 рублей люра мерлен универсальная и 1 монтировка не знают 100 рублей функционально она уже видимо погнутые 4 уже ей по моему куда ее можно там по разному можно ее там с ножкой сорвать но подкладывается что-то вот такая монтировочка небольшая очень помогает все достаем тент смотрим тент ну в каком-то легком налете это вообще это ничего это вот налет что вы понимали вот смотрите все он блестит видите вот руках остался то есть это ничего да если я руками убираю вот вот блестящий это вообще не налет это ничего соответственно если у вас он белый и есть такие черные прогаринки не на месте стыка где у вас стоит этот скоба ну там фиксирующий скоба а вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь то тогда все меняете даже не надо проверять я что-то доставал мультиметр что-то там измерял сразу берете можно не я же говорю последнее время я не пользуюсь мультиметром я открутил чих достал ты в идеале засунул все тен горел игру все замена и не важно что он рабочий я говорю сразу замена все со мной не спорить для примера покажу вам тен мили как он начинает чернеть и потом что с ним бывает после того как он начинает чернеть видите черное сразу меняете визуал это очень важно сейчас видите я не подготовлен извините все смотрите изначально я вот так видос снимаю говорю о тен во здесь черный вот видите он не рабочий его повело кстати ну неважно может не повесил ответе черный прогаринки игру вот они рабочий а потом вот так переворачиваю тут блин это что не рабочего вообще взорванный человек с этими говорил что она греет марить она вообще взорванный понимаете если черная поверьте мне дальше у вас ну лучше не станет визуал очень важен не ленитесь ребята это и ваш чек вы будете продавать и вы будете продавать но не впаривать а именно продавать будете свои услуги то что помимо помпы помимо там ремня помимо амортизаторов надо поменять тент все данном случае у нас все идеально все классно на этом диагностика закончена смотрите я вот сейчас специально чуть чуть выше после себя видите значит правильно вставил значит ну как его еще вот так вот и вот он идет вот так чуть-чуть вниз надо и на опыте кстати можно посмотреть в рабочую камеру туда вообще посмотреть что там плохо неплохо если что-то видите там все нормально чуть там налипло вот в целом рабочая камера видите без налета какого-то так сейчас я там достану грязь так все вот она идет ровненько тут еще не достала вот она идет вставляется в паз здесь если вы устанавливает тент она может быть очень сильно деформирована еще вот так открываете прожимаете и банально фэрио так смазывается она заходит не поверьте мне фэри ничего не случится смазывайте она вас плотно заходит и потом запихиваете папа до щелчка прокручиваем после себя если вы не уверены в себе нет неправильно просто прокурчиваем проверяем у вас тысячу раз может нормально войти тысячу 1 неправильно войдет соберете вы едете приедет за повтором лучше крутануть один раз чем потерять потом час все закручиваем здесь когда будете затягивать будет датчик анти чуть-чуть выезжать ничего в этом критичного нет но как я делаю чтобы этого не было чтобы вообще не понимали я открывал его или нет датчик ntc сверху так держу ну подавлю и закручиваю закручивать с этим можно турки все фанатизма но не надо она все держит давайте еще да все я ведь даже проверял себя все закручиваете все фишечки все отдельно все назад все красиво все красиво ничего не ломаете все просто аккуратно делаете теперь смотрим где видно что я доставал тэн где где вот здесь сколы где вот здесь вот знаете отвертками выковыривают где вообще видно что я доставал тэн нигде не видно то есть после меня как сказать знаете вот в аватарика убивают этого животное чистая работа или как они там говорят блин давно смотрел в общем да чистая работа чистая добыча что ли не понял все не знаю что вам еще сказать здесь все то же самое здесь правда есть хомуты но вот это вот снимается то есть тут все аккуратно после себя я тоже укладываю проводку проводка это важно особенно вот здесь проводка это важно рассказываю случай приезжал мастер что-то там делал вот здесь вот вот эти хомут идет вот этот вот вот этот хомут не закрепил знаете на вибрации провод вот этот провод вот из-за этой фишки там тоже такая фишка тройная идет просто оборвался то есть он постоянно вот так империровал вот так вот вот так и отрисло и просто оборвался ошибка была вообще даже ошибки не было ошибки не было она заливала и непонятно села вела она ошибку не выдавала но на барабане крутила она люк не разблокировала точно люк был вечно заблокирован то есть и у люк был был заблокирован люк вообще в каких случаях заблокирован да и не разблокироваться при том чтобы был живая первое это если видеть температуру 2 если видит уровень воды если видеть высокую температуру цели к безопасности она вам не откроет то есть вы смотрите сразу датчик да все ли с ним порядке супер редко ломается никогда но пар раз меня и смотрите датчик уровня тоже супер редко не ломается никогда пару раз меня что с этим порядка не порядке это вам обязательно то есть либо горячая либо она по температуру левую пишет не открывает люк либо еще желательно имеет собой датчик там 48 киловома и такой датчик то есть он один там на все ваши идет у нас современные а потом я просто начинаю смотреть смотрю провода отошел провод обратно стянула на заработала вот такие банальные случаи тоже поэтому за собой видео меня тоже обязательно все стяжечки если что-то порезать вот здесь вот да вот видите одноразовый обязательно стяжку за собой все убирайте особенно бывает это на самсунговских вот датчик снимаешь там нужно порезать стяжку все назад все назад делайте так как было не надо придумать вас велосипед что вы самый умный она и так болтается ничего там страшно нет приезжают потом просто другие мастера фух что я еще не рассказал просто что не рассказал по поводу резаного бака видео на канале про эгэ смотрите как я это делаю и делаю не один год тут все хорошо все все как обычно но вон и 5 лет внутри сравнивайте видео все такое же это два года тут 5 лет ничего ничего этого ничего тут не меняется то есть она такой же надежная покупка шикарная сделана она в турции вот вам шильдик человек покупает и вот банально по тому примеру мы можем ему с уверенностью сказать что ближайшие три года человек просто забывай хотя сегодня на хоре был вот я скидывал хайруму один год ошибка fd не думайте что я чиню только больших все зависит от бюджета клиента и вот в целом моего желания я мало кому отказываю просто я называю такие суммы даже если он будет стоить действие шубе машинка чистка моя будет стоить 7000 хайра в любом случае ну хайр то понятно дело дороже есть человек согласен я приеду дело не согласен что я не ваш мастер я так говорю потому что в принципе клиенты есть заказы есть понятное дело если вы от компании когда я от компании я все делал я считаю что если человек только начинает работать он должен делать любые машинки самые дешевые с них начинать и дальше уже на миле первый раз на миле приехал я извините за выражение обосрался вот я даже не знал как снять переднюю панель даже ну просто вот просто вот не знала все не знаю чего не загуглил там проблема была с манжетой чтобы манжету поменять я потом только понял что надо вот это снять и я там полчаса мучиться а потом мне подсказали и ушел оттуда с диагностикой потому что он там человек видел что я особо не разбираюсь я расстроился но как видите блин еще давно это помню в самый первый заказ медиум еще за стиралки и потом когда узнал что они стоят по 120 ничего себе иначе у них такого так что ошибки это нормально думали без ошибок все всегда идеально у вас любует я миллион раз ошибался бывают мастера которые подключают фишки не так парят модуль и потом критой у вас уже что-то еще коротнула ангрид ну да у вас же все работало ну вот пока разобрать принято к таких случаев знаю я кстати никогда так не делал я всегда фото куда всегда фоткаете все что вы делаете отключайте чтобы не перепутать фишки я всегда это фоткаю потому что нет я не помню да у меня по моему такого случая никогда не было я изначально супер аккуратно я лучше буду делать медленно потом все это быстрее быстрее чем сделаю быстрее чуть не так подключу где моя крышка верхняя а вот же все все сразу сложено аккуратно ладно все это я обратно сложу мажетку я еще почищу ремень тоже сложу что вам еще сказать да нечего сказать ролик да вы наверно часовой получился сразу скажу это индивидуально полимерный тысячный раз это индивидуально вот для этой серии дайте мне пару башей электролюксов дайте мне пару аска еще будет часовой ролик дайте мне большие вот эти вот десятилетней давности и но по ремонту я вам буду подсказывать на что обращать внимание и снова получится часовой ролик дайте мне в общем вы поняли да то есть нет такого универсального универсальной диагностики есть индивидуальные в большинстве случаев вы будете менять т.н. помпы щетки до амортизаторы ну и подшипники но есть какие-то дальше техника растет то есть она прогрессирует по добавляются какие-то там хом коннекты он блочок добавляются какие-то айдос и подсветки добавляются датчики мутности там что так они добавляются и я вам развею советую развиваться в этом направлении вы должны ремонтировать новые техники потому что на новый есть спрос она ломается чаще но не чаще то есть гарантийных случаев бывает больше сушильная машина bosch home professional человек купил месяц отработала ему отказали в ремонте вернее приезжал официал официалов кстати больше я знаю я все знаю что ему делают приезжал стал пытался прошить а там даже не прошивалась она писала типа ведите код машинки там всякую фигню потом он меня вызвал я говорю сначала идите туда бесплатно потом готовьте деньги от 20000 и дальше по результатам диагностики официала не сделали магазин отказался он там вроде будет судиться с ними я не знаю все короче все отказался но ему нужно было сушить приехал я оказалось но не буду что говорить оказалось но проблема в плате что конкретно не скажу но ремонт сразу был дорогой то есть там на самом деле мы должны с первого отремонтировали ну вернее мы отремонтировали у себя прогнали он снова выключался потом очень немножко сложная ошибка просто новый прибор и 25 тысяч рублей я ему сделал мой электрончик сделал понятно но моя заслуга тоже есть я приехал и поставил их как курьер отремонтировали уплату хотя я мог ему плату вот от этой машинке дать он рабочая полностью но мы решили отремонтировать его поэтому а официал отказали понимаете кто-то думаю что официалы это гуру люди которые там что-то умеют сколько у них заплаты по 40 тысяч плюс бонусы на сейчас может быть под 100 нет я бы точно не работал за 40 тысяч в москве москве не знаю как у вас это москву я про московский зарплат очень инженера хорошо получают москве опытные точно больше 100 будет точно больше 150 дальше цифра не буду называть кто знает тот знает дым банально если посчитать вот вот он меняете допустим за да даже если за 3000 я не меня за 3000 т.н. допустим стоит китайский да ну обычно рублей 500 вот вы за 3500 меняете в день это в день если делаете 3 т.н. так нельзя судить вы никогда не будете одним разом приезжать у вас за сегодня тен завтра платы там и все остальное в день менять по 3 т.н. хотя бы до этого 9000 а если вы работаете 30 дней 30 умножить на 9 и посчитайте сколько мастера зарабатывать месяц да так кстати кто-то и считает но это не всегда так сегодня ты на приехал завтра ты на пошивнике а на пошивниках втулка сломалась и ты на этот день потеряла и все 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 остальное в следующих роликах я расскажу как я работаю как я успеваю делать день по три по четыре заявки и всем угождать вот но в общем не бывает такого что ты просто тупо меняешь тены ладно ладно очень много информации я надеюсь она была вам реально полезная еще раз говорю у кого есть программа 3 мили больше сайды кик но сайды кик мне не нужен мне советики на не нужен просто я во вторые еще бы взял я знаю людей кто еще хочет готов как бы 200 тысяч сто процентов отдать если надо 250 если вы скажете что у вас точно будет без проблем за информацию за знание я готов поверьте мне но она она потом окупается в любом случае вот так вот то есть если у кого то есть такая информация что где найти где найти коды доступа к ошибку меня есть но опять же здесь увидеть вот что-то интересное то без проблем я буду сам покупать несмотря на то что я могу все найти я могу я вожу технику больше я ввожу запчасти но если у вас есть что-то интересное мне предложить без проблем готов к развитию это это мое я наверное этим всю жизнь буду заниматься всем спасибо за внимание желаю вам хороших чеков хороших адекватных клиентов надеюсь вы делаете дорого но не кидайте ки клиентов вот я на это очень надеюсь всегда делайте дорого но честно ну в плане честно того что вы сделали вы дали гарантию если что вы приехали на нее если остались какие-то вопросы пишите мне звоните присылайте видео под каждым видео мой личный номер единственный телефона есть я сразу не взял я работаю потом всем перезвоню всех консультирую всем спасибо за внимание до свидания вот банально человеку скинул всю информацию записал видео большое где все измеряю и говорю что где сломано денис я вас понял спасибо за ремонт пояснение ремонт когда сможете привести отличное адекватное общение все друг друга уважают все довольны сумма заговорена за долго до ремонта то есть она не изменилась вот такое общение должно с каждым быть клиентом и соответственно клиент плюс мастера